I have ways of blowing things up. В общем, вот с этого момента, где мы остановились в прошлый раз, игра не сохранилась. Мне сейчас пришлось по-быстренькому сейчас бежать, заново облутывать корабль, клеить карточку. Ну, по крайней мере, всё за него у меня буквально пару минут. Эх, дождь, пошёл. Тут снега, у нас дождь. Тут странная дыра, которая ведёт глубоко под землю. В глубине что-то тускло мерцает. Спуститься в дыру? Нет. Идём на корабль, чиним его, улетаем отсюда, блин, корабль не починить. Ну, как бы, да. А что нам остаётся сделать? Вот это вот, ребят, это всегда плохая идея. Если сейчас сработает автосохранение какое-нибудь... Ладно, не сработает. Меня просят вручную туда идти от первого лица. Это будет моё сохранение? На экране компьютера ничего нет. Так, станция какая-то. Радиопередатчик, кажется, он подключён к компьютеру. Тыкать я никакие кнопочки не могу. Я могу, в принципе, тыкнуть на радиопередатчик. И на этом всё. Кстати, какие странные эти. Что за библия? На столе лежит книга, кажется, она очень древняя. Она словно зовёт меня. Она забрает предмет, король в жёлтом. Блин, жёлтые маги, король в жёлтом. Да. Получаю предмет, король в жёлтом. Ахтунг. 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 Подготовка к отправке сообщения. Подожди, я ничего ещё не делал. Ахтунг. Да. Да. Передач голова. Ахтунг. Сейчас я была построена. Тюре-дюре-шесть-м acabou. Такая еда. Соответственно, все-таки. Сейчас я залезаю. Раз… Соответственно… …запомин مع左右 из двух слов. Айд valley… Yeah, я не поверил мне, что в униёете цифры запоминдome. Уж слушай. Я закавчу тебя. Ты внутри, но ты знаешь, что да? Какlied03… После Olympics в oversex Gabrielle – tanks, Hydrak. Ахтунг. огромные хадатам представлены там где хватало обычных пор земли и рожденный ползит научится ходить вспомните наши обещания проснись блин ребят наверное вот это было бы логично завершением прошлой серии мне трех минут не хватило ну хорошо зато у нас теперь эпичное начало этой серии тут сейчас страндец будет по-моему а а а капитан азин а 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 почему я а я проделал такой большой путь чтобы найти ее теперь повернуть назад нельзя а туалетные кабинки разной степени ветхости ветхости так это можно тыкать на рандомные вещи даже если они не обозначены хорошо карта а а а ладно а 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 добро пожаловать на объект c23 серпинский серпинский в министерстве озон вас отобрали или выбрали для перевода на объект c23 серпинский c23 серпинский располагается на ленге который считается фронтиром солнечной системы это идеальное место чтобы начать все заново в вашем престижном училище и вы получили новые навыки которые определяют ваше будущее и станете продуктивным гражданином нашей прекрасной нации здесь вы узнаете все о добыче минералов обогащение руды и производстве снаряжения тем самым можете выиграть войну против остатков империи у нас война ладно конечно же обучение это не просто овладение овладение сухой теорией эй и короче а и он позволит вам применить полученные полученные знания на практике и заработать переживайте за семью друзей и бывших коллег простите а попросите протектора ознакомить вас с нашим планом распределения рационов часть ваших рационов рацион марок будет направляться указанным вами получателю это не звучит как что то к окошку на стойке прикреплена ключ карта с запиской из-за нехватки персонала просим всех вновь прибывших зарегистрироваться в аудитории 4C на северо-востоке северо-восток ключ карта да взять ключ карта с ресепшеном то есть здесь я сейчас ничего не сделаю так я понимаю лифт на поверхность мне не нужно возвращаться почему ты решаешь за нас может быть я хочу вернуть ладно но у нас просит используем предмет ключ карта с ресепшена ага коридор там внизу еще один левел есть закрыто нужен ключ за мной камера наблюдает а а мертвая реплика из серии ойле она в ужасном состоянии вео компонент оказался инфицированные раздулись и выпираются из поврежденной оболочки Что с ней произошло? Почему она так выглядит? Что с ней произошло? Так, ключ карты у меня... Это норма, это руководство эксплуатации. Нет одного модуля. Выбор памяти, просмотр памяти. Ясно. Тут тоже за мной наблюдает камера, если что. Aufzeichnen, führen. Введи записи. Протоколируй все, помни, если не записал, этого не было. Получи нужные формы у администрации, че сейчас храни свои файлы. Это мне немножечко ломает мозг. То есть, игра вроде как с... Ну, с японским таким замахом, как бы... Там иероклифы на японском и все дела, при этом... Извиняюсь. У тебя все надписи и все на немецком. Хотя, это никак не связано с языком игры. Это, в принципе, язык, который здесь... У меня очень много вопросов. Но, ладно, я потерплю. F29. Форма сервисной заявки. Да, заполняю форму сервисной заявки. Полный идентификатор проектора модуля. Оформляющий заявку. Реплика. Статус персонала. Департамент такой-то. Полный идентификатор. Полный идентификатор, блин. Протектора отделения. Обрабатывающий заявку. Реплика. Предмет сервисной заявки. Надежный настенный сейф. Монд и Техтер. Типа Монд и Дочь. Числовая клавиатура. Так, местоположение предмета. Аудитория 4B. Описание. На стены сейфа в аудитории 4B постоянно сбрасывается комбинация, установленная по умолчанию. В чем смысл системы передачи кодов по радио, когда наш сейф можно вскрыть, указав код из руководства? Сбрасывается комбинация цифр по умолчанию. То есть 1, 2, 3, 4 или 0, 0, 0, что ли? Дочь усилился. Сохранить! Да! Сохрани прогресс файл 1. Да. Красные компуктеры это сохранение. Ок. Нинучка, мы что-то читали, да? О, погоди. Коды от настенных сейфов. Мне стало известно, что по меньшей... По меньшей... По меньшей мере, наверное. Спасибо за перевод. Один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов для настройки сейфа протектора. Все работники, имеющие отношение к этой учетке, должны подвергаться допросам, пока не будут выявлены виновными. Я ограничиваю все радиопривилегии работнику по дальнейшему аддеру. Офигеть! Предлагаю вниз. Замок сломан. По проходам не бегать. По проходам не бегать. И подумайте о соседях. Все слышно, как вы топаете. Это сейф, который? Один, два, три, четыре. Мон дитоктор. Это... Вот как раз... А какой... Я знаю, что я могу это прочитать. у себя в этом влоге, но пока у меня есть относительно свободное перемещение, я бы хотел... Стой. Заявку, реплика, реплика. Вот, предмет сервисная заявка, числовая клавиатура. На стены сейфа аудитории постоянно сбрасывают комбинации установленные по... Комбинации установлены по умолчанию. В чем смысл системы передачи кода, пока верно, вскрытие указано из руководства. Ну, я же сюда нажимаю. 23.09. Ну, это же... Это же не то, это же реплика. 23.09, 23.03. Подождите. А тут, тут кроме этого ничего нету. Хорошо, может на столе что-то есть? Нет, 20... Нет, 23.03. Тоже нет, это коды этих, да. 0.1.2.3. Нет. 0.9.8.7. А что значит И? Блин, я постоянно пытаюсь эскейпом выйти. Короче, этот сейф, скорее всего, нужно просто понять, что за базовая комбинация. Замок сломан, замок сломан. Предлагаю пока что дальше не идти. Туда наверх. Мне нужно открыть этот сейф, я подозреваю, что там что-то важно. тут тоже замок сломан. Мертвая реплика из серии Оэля. А почему ее здесь бросили? Замок сломан. Давайте вернемся назад. Правило шести. Не забывай про правило шести. Никогда не носи больше шести предметов. Частная собственность, это привилегия. Карманы должны быть пустыми, а сумка легкой. Сломан нельзя открыть. А сюда... Да, сюда мне нужен пропуск. Сломан нельзя открыть. А вниз? Там, блин. Хорошо. Проверяем тогда еще вон ту дверь. Все. Все осталось на свои места. У нас... Ф. Ф. У нас получается вон только вверх и еще сейф на стене. Сейф на стене. Так, это у нас... Я тут пришла, нам туда не надо. Хорошо. Я подозреваю, что там что-то очень важное. Дайте я на секундочку подумаю, что это может быть. Если догадаюсь, то скажу вам, если не догадаюсь. Ну, блин, сорян. Продолжим пока без сейфа. Не знаю, ребят. Я пока что оббегал, еще раз потыкал во всех вот этих. Вот. Посмотрел, что у них написано, как у них написано. Дальше еще в эти серые двери вверх не заходил. Не знаю. Кода... Ну, как бы я попробовал еще методом научного тыка тоже пока не получилось. Посмотрим. Идем дальше. Здесь нас еще не... Библиотека. Погоди, это еще и тупик. Словарь. Реплика. Реплика. Существительная. Реплика. Китеж. Реплика. Сокращение. Та-та-та-та-та. Копия. Копия. Так. Биомеханическая личность. Синтетическая репродукция. Гештальта. Биологическая культура, перенесенная в искусственный эндоскелет и заключенная в защитный экзоскелет. Биологическая культура, перенесенная в искусственный эндо и заключенная в защитный. Логично. Гештальт. сокращенно от ур-гештальт прообраз, первопрообраз личность, которая не является репликой. То есть, погоди, 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 погоди. Правильно я понимаю, что капитан является гештальтом, а техник реплика этого самого, то есть это клон капитана, ну не клон, а копия снятая с капитана. Хорошо. Устройство для просмотра микрофильмов с аппаратурных карт. Если бы у меня была аппаратурная карта, я бы мог бы просмотреть содержимое. Понятно. Как видеомагнитофоны в резиденте. Если вы помните, там был такой находишь... Я подумал, что я встрял нафиг. Сюда зайти нельзя. А сюда? Там вроде ничего нет. Там еще зеркало показывают, тут стульчик нам преграждает. Простая аптечка, скорой помощи не могу их... А я не могу их использовать, они предназначены для реплик. Значит, кто такой оригинал, тут этот, тут для, ну, грубо говоря, микрофильмов. Комната посередине нам недоступна. А, погоди. Вот, у нас написано микрофильм Viewer в лайбраре находится, а в WallSafe, это там, короче, красными щиточками такими обозначают те места, в которых мы можем что-то сделать. Спасибо тебе, игра, за это. Это очень полезная штука. Но у нас тут остается только вперед, да. Все эти двери закрыты и заклинены. Штар. Модуль Эльстар. Эльстер? Элстер? Эльстер? Ладно. Тебе лучше уйти из этого места. Этому объекту конец. Возвращайся, пока не поздно. Я ищу эту женщину. Ты ее видела? Это, возможно, капитан нашего корабля, наш оригинал? Я ее не знаю, но может быть она среди рабочих. Всех работников гештальтов направили в рудник, над которым построен объект. Если она жива, скорее всего, она там. Этажом ниже есть лифт, он идет в рудник. Чтобы им воспользоваться, тебе потребуется ключ администратора. Ты его мне не дашь. Он, скорее всего, в сейфе. Ключ протектора. Да. Ключ протектора. Протектор, это же защитник. АУЛА. Так. Но этот еще живой. Ну, это. В смысле. Нельзя открыть. А, может, еще поговорить можно? Я уберусь отсюда, как только ремонтный патч остановит кровотечение. Хорошо, Штар. Ну, то есть, ты не умираешь, да? Как только ремонтный патч остановит кровотечение. И тебе советую. Я понятия не имею, кто эта женщина, но, скорее всего, она уже мертва. Если хочешь пойти, все равно желаю удачи. Это очень разумно с ее стороны. Ну, блин, но это остается наш единственный выход. Закрыли. Требуется ключ от аудитории. Подожди. Ф. Почему карту просто нельзя крутить? Вот тут у нас была дверь в коридоре, да? Куда мы можем сбегать? Пока что, если не будет никаких неожиданностей, мы вроде как в безопасности. используем предмет ключ протектора. Да, нам сюда. Тут, вентилятор настенный. Так, ящички. Хочу. Забрать предмет пистолет? Да. Получим предмет пистолет? Да. Так, забрать предмет апертурная карта? Да, она нам нужна. Получим предмет. Type 75 и протектор. Пистолет тип 75 и пользовательское руководство. Полуавтоматический пистолет 75 под патрон 10-20 обладает короткой отдачей. Это надежное и универсальное короткоствольное оружие стало стандартным вооружением протектор-контроллеров ION. Блин. Пользователи реплики не забудьте сначала экипироваться пистолетом в меню снаряжения, чтобы назначить его своим основным оружием для модуля прицеливания, чтобы достать оружие и снять его с предохранителя и войти в режим пред... Блин, фига себе. Хорошо, давайте разбираться. экипироваться это значит вставить его в... в это... Хорошо, сейчас в менюшку пойдем. Чтобы назначить его своим основным оружием для модуля прицеливания, чтобы достать оружие и снять его с предохранителя и войти в режим прицеливания, зажмите... Режим прицеливания выстрел может совершить нажатие... Так и... Р позволяет перезарядить оружие. Спасибо. Короче, смотрите, вот можно же оказывается сделать человеческое управление на клавиатуре, правда? Ну, то есть, чтобы R была перезарядка, чтобы мышкой можно было стрелять и всякое такое. Если же просто по-человечески сделать, можно же сделать, чтобы не игралось на геймпаде... Ладно, короче. Помните, не стоит тратить патроны попусту, поскольку они являются для нации ценным ресурсом. Когда цель будет подстрелена, постарайтесь ее прикончить ударом ноги или дубинкой, чтобы сэкономить патроны. Дайте дубинку. Я не против. Я понимаю, что у меня нога тоже там металлическая и все дела, но дайте дубинку. Предмет терминология. Блин, ребят, я не знаю, вам слышно сейчас дождь, которая у меня за окном? Прям потоп. По приказу объявляю, согласно последнему постановлению по информационной политике в сфере государственных интересов, АМГ, АМГ 87, термин такой-то, который в настоящее время используется на разных объектах более недопустим и в дальнейшем применяться не должен. Объекты и департаменты, в наименованиях которых применяется этот термин, должны быть переименованы незамедлительно. Управляющему персоналу поручается выморать упомянутый термин из всех документов и ожидать объявления со стороны замещающего термина. С настоящего момента применение этого термина в устном или письменном общении рассматривается как нарушение оскорбления государства и карается двумя циклами с удвоенной рабочей сменой. Возможно, это непросто, но у каждого из нас есть свой долг. Всегда помните, наш язык формирует окружающий мир. Идеальный мир требует идеального языка Адлер. Т.е. это все только вот А на компьютер я не могу посмотреть. Терминал заблокирован, нужен пароль. Ну, все очень простенько такое. Терминал заблокирован. Так. 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 Взять. Так. Это у нас подожди. Шагностика, диагностика. Так. Меню действия. Уберите предмет. Посмотрите. Апертурная карта. Текст на пленке слишком мелкий, чтобы прочитать его невооруженным взглядом. Вот так я уже вооружен, да? Как узнать, сколько у меня патронов? Десять. Десять патронов и все равно что я еще смогу рассчитывать, да? Да. Фа-фа-фа. А, стойте, у нас же есть для просмотра, для просмотра, для просмотра апертурных хард точно нам сюда мы... вторая тоже встанет. не, вторая не была не была заражена. Мертвая реплика из серии, да, почему... и почему я не могу ее резак там взять или что-то? встанет. Семь патронов осталось с трех патронов главное не спешить, с трех патронов они относительно падают. гештальт, о, привет! о, привет! вы же тоже не местная, верно? Я Иза. Иза Итоу. Иза тебя я здесь, да? Вам стоит быть поосторожней, здесь происходит что-то странное. Не знаю, что здесь случилось, но идти дальше скорее всего опасно. Все в порядке, я понимаю, у меня тоже есть дела, берегите себя. Надеюсь, вы найдете того, кого ищете. А она человек, она не робот. Использовать предмет, апертурная карта, да? Так, хорошо. Куча чего вычеркнуто. Высконадежный настенный сейф числовой. О! О! Вот оно! Это настенный сейф отвечает требованиям 4143 регламента общественной безопасности Евсана, предъявленным к техническому устройству и оборудован прочной стальной дверцей и числовым замком. Производитель Мюнт Интокте Тресор Техник Хаймат. Инструкция по эксплуатации. Введите код на клавиатуре. Нажмите кнопку подтверждения в правом нижнем углу. Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор. Поверните рукоятку влево, чтобы открыть дверцу. Чтобы удалить ранее введенное число, нажмите клавишу и, наверное, Empty в левом нижнем углу. Передичная настройка. Введите фабричный код. Сейчас я... Стойте, это нужно фоткать и записывать. Кто в наше время записывает? Хотя, возможно... Хорошо. Чтобы открыть сейф. Пока дверца открыта, введите на клавиатуре код по своему желанию. Нажмите и удерживайте клавишу, подтверждающую в течение 10 секунд, пока не загорится зеленый индикатор. Пойдем вводить базовый... Базовые коды стали уже совсем не... О, записка! Записка Изы. Если ты нашел эту записку, что бы ни произошло, я пришла тебя искать. Ты... А, если ты нашла! Если ты нашла, я пришла тебя искать. Эрика. Она пришла искать некую Эрику. Если ты нашла эту записку, что бы ни произошло, я пришла тебя искать. Но записку мы не будем конечно забирать никаким образом. На аптечку я уже тыкнуть не могу. Да. Нифига себе она ее расчленила просто. О, по карте у нас ничего не поменялось. Не поменялось. Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Пойдем откроем сейф, надеюсь, без проблем. Мне патроны нужны. Просто офигеть как. Так. Какой у нас там был код 20 45 12. 20 45 12. Монд и дочь нам представляет карточку. Да. Карточку, с помощью которой мы сможем пройти дальше. Забрать ключ от аудитории. Да. Получен предмет. Тут больше нет ничего. Ключ от аудитории. Я не знаю, будут ли тут такие сейфы еще. И будет ли с ними такая же проблема. Я даже не знаю, удалять мне эту фотографию с кодом не удалять. ключ от аудитории. Нет, стоп. F это на поверхность а нам там даже еще и говорят объект C-33 Серпинский. То есть здесь мы все открыли в обсерватории обсерващине мы были в коридоре коридоре став from настенный сейф и почему настенный сейф до сих пор светится красным а микрочиповая вот эта она уже серая. Кстати, я же то и то по идее использовал, но например микрофильм вьювер должно быть многоразовое почему-то настенный сейф выглядит до сих пор красным. У меня до сих пор много вопросов. Могу ли я сохраниться на ту же содерж сохранения переписать имеющиеся да прогресс сохранен файл 0.1 на этот раз мы сохранились что уже хорошо значит да, ребятки мы потом уже в следующей серии получается класс эндзимы у 4 4 c в следующей серии мы пойдем вот сюда вверх ну возможно это лифт как раз это пойдет вниз на этом будем эту серию заканчивать жутко страшновато но интересно гораздо более чем все остальное поэтому хочется в это дальше играть хочется это дальше проходить пока что на этом все спасибо что были с нами всем удачи добра поправа всем молодушек всем покеда и и Субтитры сделал DimaTorzok